здравствуйте друзья в этом обновленным по состоянию на конец февраля 2021 года уроки я актуализирую информацию о аддоне xiaomi gateway 3 от alix.it также покажу как добавлять home assistant шлюз 3 версии без скрытия и паяльника вне зависимости от того какая версия прошивки на нем стоит также хочу сказать что все действия показанные в этом уроке никак не влияют на работу этого шлюза в mi home немного истории раньше как раз в то время когда моем канале вышли первые уроки посвященные этой замечательной интеграции стоковая прошивка шлюза 3 версии позволяла интегрировать его без каких-либо дополнительных действий однако во второй половине 2020 года новые прошивки уже были закрыты паролем кто обновился или уже получил шлюз такой прошивкой сталкивались необходимостью вскрытия шлюзов и перепрошивки при помощи паяльника но наконец-то все изменилось теперь все гораздо проще для начала я обновлю свой шлюз с еще открытой прошивкой 146030 до самой новой на дату этого урока естественно уже закрытой прошивка загружена и установлена теперь я в равных правах с теми кто обновился или получил шлюз на закрытой прошивке начнем с самого начала как ставить hacks я рассказывал в уроке 92 заходим в раздел интеграции нажимаем на кнопку справа внизу добавить интеграцию на сегодняшний день xiaomi gateway 3 добавлена в основной перечень нет необходимости добавлять ее вручную если сразу не видно пользуемся поиском устанавливаем на дату урока актуальная версия 100 после установки перезагружаем инстанс интеграция готова к работе теперь нужно перейти в раздел настройки интеграции тут нажимаем кнопку добавить ищем и добавляем xiaomi gateway 3 интеграция предложит подключиться к облаку либо добавить шлюз вручную выбираем добавить мне аккаунт вводим номер аккаунта или адрес почты на которую он зарегистрирован пароль доступа и сервер которому подключены ваши устройства у меня китай создается конфигурация для подключения к облаку хочу отметить что интеграция вам пригодится даже если у вас нет собственно самого шлюза с ее помощью легко узнать токен любого вайфай устройства из вашего ми аккаунт токен напомню это уникальный ключ который дает возможность локального управления для home assistant существует интеграции для управления вайфай розетками удлинителями климатическая техника и так далее и эта интеграция наверное самый простой и удобный способ получить токен каждого из этих устройств выбрав нужное устройство из списка и нажав подтвердить вы получите его модель айпи и mac адрес а также токен доступа вернемся к шлюзу нам нужно снова нажать кнопку добавить и выбрать еще раз эту интеграцию тут списке уже появляется шлюз цепи адреса следующем окне где будет показан токен устройства будет строка для ввода команды разблокировки копируем и вставляем сюда команду из текстового файла урока ссылка в описании ничего не меняем вставляем как есть нажимаем подтвердить и у нас появляется новая конфигурация для шлюзов если что-то вдруг пошло не так можно повторить эти действия еще раз сразу кроме шлюза у меня затянулась только одно устройство зигби подключенная к этому шлюзу сам шлюз имеет три объекта режим охраны блокировка обновлений его можно сразу включить это не даст обновить прошивку через мехом и режим сопряжения сейчас у меня к этому шлюзу подключен только двухклавишный беспроводный выключатель окара он пробросился с двумя объектами сенсор который передает события нажатие на клавиши и уровень заряда батарейки следующей части урока я покажу как устанавливать модифицированную прошивку нашусь сразу уточняю на работу устройства и мехом это тоже никак не влияет все останется по-прежнему установка модификации расширит возможности и повысит стабильность работы home assistant поэтому имеет смысл проделывать иногда эти несложные действия и ставить актуальную рекомендуемую автором интеграции версии для подключения к шлюзу я использую ту же программу party что и для подключения по ssh к серверу home assistant только тут выбираем опцию толнет 23 пор имя пользователя админ без пароля сначала нам нужно поставить приложение курл это разовая операция для этого последовательно вводим три команды из файла описания теперь перейдем к прошивке дальнейшем при установке новых версий прошивки сразу начинаем отсюда качаем и запускаем скрипт который покажет нам какие прошивки доступны к установке на момент этого видео автором интеграции рекомендована версия 1.4.6.0.0.12 как более стабильно ее и ставим выбираю ту что новей ждем завершения установки собственно весь процесс прошивки после установки курл это зайти по telnet на шлюз запустить скрип показывающей прошивки и выбрать ту что рекомендует автор интеграции прошивка обновилась она кстати будет видна и в михоу вернемся в интеграцию зайдем настройки шлюза тут есть интересная опция детализация работы зигби и блее ее активация подстегнет шлюз выболит сразу все блее устройства списка данные о них в отличие от зигби зависят от обмена к облакам поэтому могут появляться с задержкой кроме стандартных параметров для каждого устройства кстати если каких-то сначала не хватает не страшно они появятся позже каждом из них создаться дополнительный сенсор сначала его статус будет неизвестен далее в ходе работы он будет отображать время прошедшие с момента получения данных с указанного устройства что довольно удобно и позволяет знать если обмен данными с ними с какой частотой вот пример его работы зигби выключателя кстати при подключении к шлюзу новых устройств система будет информировать вот такими уведомлениями на этом все надеюсь что информация показана в этом уроке было вам полезно и интересно если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки а если вы хотите не пропускать новые выпуски то подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления также информация о купонах на товары умного дома доступна моим телеграм-канале ссылка в описании до свидания до новых встреч